Как вы себе представляете ничто? В большинстве случаев многие под словом ничто понимают нечто, чего не существует. Другими словами, это некая вещь, которая может не существовать в вашем понимании, потому что вы не знаете о ее существовании. Но на самом же деле она вполне себе может где-то существовать. А теперь давайте попробуем представить, что исчезло все. Дома, деревья, солнце и галактики тоже исчезли. Нет ничего, нет пространства, нет времени. Куда бы вы ни посмотрели, везде кромешная тьма. Будет ли это ничем? Ответ нет. В этом пустом пространстве существуете вы. А вместе с вами здесь же существуют молекулы и атомы, из которых вы состоите. Значит это не ничто. Но если убрать все частицы, все возможные типы излучений, гравитационные волны и вас, то будет ли это ничем? Ученые такое состояние называют квантовым вакуумом. Квантовый вакуум – это самое низкое состояние энергии в пустом пространстве. А квантовая физика говорит о том, что нулевая энергия или базовое состояние Вселенной на самом деле не является нулевым. На базовом уровне, что такое ничто, мы понимаем. Но у нас нет четкого представления тому, почему эта нулевая энергия не уменьшается и не увеличивается. А вот что самое важное, так это то, как мы воспринимаем природу ничего. Что это? Наше воображение? Иллюзия? Или же ключ к пониманию Вселенной? Многие физики утверждают, что мол, невозможно ничего понять основательно до тех пор, пока мы не поймем, что такое ничто. Потому как мы просто не понимаем, откуда возникают фундаментальные законы физики, если не понимаем, какие фундаментальные законы управляют природой пустого пространства. Таким образом, мы можем сказать, что наша Вселенная действительно родилась из небытия, из пустоты, ниоткуда, из ничего. А ее конечное состояние может стремиться в никуда, к небытию. Но лишь если принять наше описание физического ничто за истинное ничто, то даже в этом случае это определение ничто, само по себе не может зависеть от нашего определения пространства-времени и правил Вселенной. Но есть вещи, в которых мы уверены наверняка. Например, мы знаем, что существовали не всегда, и знаем, что будем существовать не всегда. Но мы существуем здесь и сейчас. Вне зависимости от того, что такое ничто, мы являемся набором химических элементов, молекул и атомов, которые в той или иной степени вышли из ничего. И то, насколько мы понимаем Вселенную, однажды она должна вернуться в состояние бесконечной пустоты. Но какой будет природа этой пустоты, никто и никогда не узнает. Что же, у меня на сегодня все. Пишите комментарии, ставьте лайки. Если видео понравилось, то поделитесь с друзьями. Кто еще не подписался на наш канал, подписывайтесь. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о наших новых выпусках. Всего вам доброго, дорогие друзья. Берегите себя и своих близких. И до новых, еще более интересных встреч. Субтитры создавал DimaTorzok